С нами на связи российский коллекционер, галерист, публицист Марат Гельман. Марат, здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот только что мы с Евгением говорили из Эстонии. В Эстонии все были в шоке от вчерашнего. Да, и сегодня продолжается. Атомассированы ракетные обстрелы мирных городов Украины. И именно эстонский парламент не смотрит сейчас, как действуют парламенты больших государств. Они будут рассматривать вопрос объявления России страной к террористам, а войну России к геноцидам украинского народа, вот на уровне парламента. Вот я у вас спрашиваю, вот такие вещи, когда там... А, такой же законопроект еще в США есть. А что оно изменит? Вот объясните вот так простым людям непростое решение. Ну, объявят, и что? Нет, это очень важное решение, мы его ждем. И мы сегодня, антивоенный комитет, сегодня тоже призвали большинство стран принять это решение. Дело в том, что, в общем-то, ну, изоляция Путина не удалась. Мы знаем, что есть Китай, Индия, то есть мы не говорим там про Иран, да? То есть это такие же, как Путин, да? Но мы говорим о больших странах, которые находят для себя возможность, ну, скажем так, для нейтралитета. И вот если Россия будет признана страной спонсором терроризма, то тогда для этих стран это будет серьезное испытание. Если они будут продолжать ситуацию нейтралитета, то, например, часть тех же самых санкций может передаваться уже и на их продукцию. То есть это имеет большие последствия, то есть реальные, конкретные, нам нужна изоляция вот этого режима зла. И для этого это решение, то, что эстонцы его приняли первыми, не дожидаясь, конечно, это очень хорошо. Да, а давайте практически применим то, что вы сказали на практике. Вот просто есть два момента. Вот сейчас Европейский Союз думает, что же делать с Эрдоганом и Турцией. Это такой хаб, через который обход санкций товаров в России под санкционные идет. Вот первая проблема, а вот вторая проблема. Несколько дней прошло, пока от шока отошли в Вашингтоне, США пригрозили наказать Саудовскую Аравию за финансовую поддержку войны. А мы это предупреждали в нашей программе, но когда вот это была игра в ОПЕК+, а давайте на просьбу в России сократим, сделаем искусственный дефицит нефти, чтобы поднять цены, чтобы Путину было побольше денег. И нам, саудовским принцам, тоже будет побольше бабла. Вот то, что Вы сказали, если это будет признано страной-террористом, которая проводит геноцид. Вот что будет, например, для Индии, Китая, для Турции и Саудовской Аравии, которые так или иначе играют в пас с Путиным? Ну, я могу повторить. Дело в том, что очень многие страны сегодня, ну вот те, которые, как Индия, как Китай, неопределившиеся страны, они пытаются увидеть конец этого проекта. То есть они хотят, допустим, если это на десятилетия, то это значит, что они могут получать десятилетия выгоды от того, что подсанкционные какие-то товары будут через них идти, то есть маржа будет оставаться. То есть это достаточно такие циничные, прагматичные рассуждения о том, что Россия конфликтует с Западом, мы не Россия, мы не Запад, мы, значит, на этом конфликте будем зарабатывать. Вот. И для них нужны вот эти аргументы, что так не будет. Первое, если Россия будет признана террористами, это означает, что, в общем-то, конец достаточно скоро. Надо нарисовать этот конец. Во-вторых, это значит, что будут вылавливать и, условно говоря, санкции будут распространяться не только на Россию, но и на тех, кто помогает России. Ну и в-третьих, это очень важно. Дело в том, что, ну, по крайней мере, Индия – это страна, у которой есть общественность, есть политическая жизнь какая-то. И, в общем-то, доказывать внутри своей страны, что ты помогаешь террористам ради какого-то, я не знаю, ради какой-то выгоды – это сложно. То есть, я думаю, что, безусловно, это не решит всех проблем. Вот нельзя так сказать. Сейчас признали террористами, и все пошло, и так далее, и так далее. Надо признать террористами. Второе, надо, конечно же, понять и увидеть неядерный конец войны. Это сейчас вот задача, может быть, номер один. Дело в том, что вот крыша поехала у Маска, Илона, и не только у него. Из-за чего? Из-за опасений. То, на что рассчитывал Путин. Да, это не сработало с политиками, которые люди более взвешенные и более опытные. А вот зато вот с такими ньюсмейкерами, да, как Илон Маск, это сработало. Ну, то есть, человек вдруг представил себе, что через пару лет будет ядерная апокалипсис, и все кончится. Он это представил и начал судорожно, не думая, искать какие-то варианты. И вот это, собственно говоря, и та атмосфера, которую Путин хотел бы инсталлировать в мировое сообщество. Для того, чтобы... Да, да, я хочу сказать, что мы должны нарисовать конец, не ядерный конец войны. Да, но пока одни спорят, что конец близок, другие, что нет, Росгвардия поможет стабилизировать Москву, и Путин будет спать спокойно, а то немножко нервничает дедушка. Я хотел бы вам предложить другую, очень тонкую материю, но вы ее хорошо знаете. Не секрет, что массированные обстрелы мирных городов ничего не меняют на линии фронта. И ничего не могут повлиять никак на контрнаступление. Поэтому вооруженные силы Украины двигаются дальше. Мобилизация, как ответ путинского режима, продолжается. Это не частичная мобилизация. Гребут и гребут, и, наверное, будет дальше. Давно уже вышли за определенные цифры. Но вот тонкая материя, о которой я вас хотел расспросить. Это мотивация и идеологический настрой администрации президента Путина отправить теперь агитбригады для повышения боевого духа мобилизированных. Потому что боевой дух и до этого был невысок. Но вот в людей, которых пускают без подготовки, как пушечное мясо, просто бросают в котел войны. Но боевой дух вообще, наверное, уже не на нуле, а в минусе. И вот я вас хотел спросить. Ну, в кавычках. Лучшие из лучших, да? Группа Любе. Вечно поющий алкаш Лепс. И съехавшая с катушек Чечерина уже в агитбригадах работает. Вот эта программа, спущенная с Кремля, там есть даже кураторы. Она сработает или нет? Ну, я не знаю. То есть первое, ну, безусловно, любое вот такое как бы попытка. Мы видим, что пропаганда работает. Да. Если понятно, что есть такая окопная правда, да, то есть человек должен, он же там в окопах без телевизора. То есть фактически то, о чем вы говорите, это попытка принести телевизор в окопы, чтобы контролировать человека и там, через вот этот телевизор. И, наверное, это будет какой-то эффект иметь, так же, как имеет эффект телевизор. То есть ослабшие мозги, значит, к ним приедет, там, я не знаю, кто-то из артистов, споет, посочувствует, скажет, какие сволочи украинцы, какой великий Путин. И, наверное, каким-то образом это сработает. Это, конечно же, проблема в том, что у них нету вот этих 50 тысяч, ведь большинство людей искусства против войны. Мы вот сейчас, значит, пытались сделать какую-то арифметику во время Слованова, и нам, значит, даже Захар Прилепин подсказал. То есть он сделал, они делали исследование такое, что из двух тысяч людей искусства 20 за войну. То есть это 1%. Значит, соответственно, найти такое количество вот этих лепсов очень сложно. Поэтому здесь, наверное, будет фиаска. Ну, а потом, я думаю, честно говоря, что вот это в течение, они не успеют ее развернуться. То есть мне кажется, что своими барбардировками они подстегивают ВСУ к тому, чтобы какие-то важные военные операции произошли до Нового года, еще в этом году. То есть которые, в принципе, поставят точку, ну, как минимум на этой ритории. Вообще, надо сказать, что вот этот конец, то есть я вот вижу по своей, ну, назовем это клиентелу, по своим каким-то людям, что начались процессы в России. Ну, по крайней мере, в Москве среди элит начались серьезные процессы. Причем это не только бегство, которое мы наблюдали и раньше, но есть люди, которым уже бежать некуда, которые уже полностью, ну, руки в крови, можно так сказать. Они, начиная с того, что голосовали за этот закон Димы Яковлева и так далее, и так далее, им деваться некуда, но они становятся заложниками Путина. Вот, и я, честно говоря, увидел, что конец этой войны будет в том, что успехи украинской армии придадут смелости тем людям в Москве, которые решат сместить Путина. Марат, я правильно понимаю, что вот эта традиция, когда умер, ну, скажем там, египетский фараон, так давайте в гроб положим еще живых всех, кто ему прислуживал. И вот у некоторых началась истерика, почему я должен вместе с Путиным в гроб ложиться, я еще бег хочу, да? Это вот это вы имеете в виду? Абсолютно верно, абсолютно верно. И о том, что там сейчас, то есть, как бы, вопрос о том, что должна быть смена, как бы, власти, он общий. И внутри этого общего вопроса есть некие такие секты. Одна секта – это люди, которые, ну, зависят от Путина, и без Путина они никто. Ну, такие, как Кадыров. Значит, эти люди говорят, давай назначай преемника, будем работать на преемника. Вот. Значит, соответственно, есть другая группа, которые считают, что они являются, ну, частью системы, построенной Путиным, да? И они говорят, что нет, система-то более-менее нормальная, давай сменим, ну, отодвинем Путина, поставим кого-то, и тогда, значит, это все будет хорошо. То есть, вот эти две группы, они сейчас, точнее, это видно, что они сейчас конфликтуют. Есть еще, естественно, армия, да, которая, в принципе, подозревает, что ее хотят использовать или будут использовать в каких-то внутренних политических разборках. Вот. И там тоже, ведь Росгвардия по численности, ну, по крайней мере, она вполне сопоставима с армией. Вот. То есть, там начались какие-то процессы. Плюс, естественно, отток, уход людей, да? То есть, три миллиардера отказались от гражданства, миллион людей уехало. То есть, в принципе, я бы так, скажем, сформулировал, надо гораздо более пристальнее сегодня смотреть на то, что происходит в России. Конечно, фронт важнее, да? Но на втором месте надо рассматривать те процессы, которые происходят в России. Потому что мое ощущение такое, что успехи украинской армии на фронте приведут к развалу власти в Москве. Вот вы посмотрите. То есть, бомбардировка Украины, украинское общество, наоборот, сплачивается. А что-то происходит, там, я не знаю, потеря, там, потеря Харьковской области, там, Изюма. Российское общество, наоборот, идет срач и разобщение. Да. И вот так и дальше. Марат, вот тут интересно продолжить вашу мысль на двух процессах. Вот смотрите, параллельно идут два процесса. Те, кто были против и открыто выступили против войны и не только, но также инициировали сбор подписей о том, что привлечь Путина за государственную измену. Я имею в виду оппозиционные мундепы Москвы и Питера, да, вы помните? А теперь их хотят отправить на войну в Украину. Ну, то есть, муниципальным депутатам Москвы и Питера стали посылать повестки некоторым, просто силой хотят их втолкнуть в руки, ну, как бы отправить их на российско-украинский фронт. Это те остатки оппозиционеров, которые еще на свободе, которые не сидят где-то за решеткой рядом там с Яшиными или другими. Это один процесс. А второй процесс это то, что русские крайние наци, знаете, да, вот такие самые упоротые, они фактически сейчас потирают руки, говорят, ну все, Путин нас услышал, мы его загнали. Он должен теперь идти на пролом с массированными ударами. Этих на фронт вытеснят за рубеж или посадят. А что это означает, что в случае смены власти, в эти процессы, о которых вы говорите, надо смотреть, придут крайние нации, где на них в фоне Путин еще будет выглядеть каким-то демократом? Или на что вы, на какой процесс вы в реальности ожидаете? Ну вот смотрите, мне кажется, что вот эта система сегодняшняя, ее качество главное, это, ну назовем это прочность. Поэтому если ее удастся расшатать, то кто бы ни пришел сразу за ней, он не успеет как бы укрепиться. Его снесет следующей волной и следующей волной. То есть я вижу это, если честно говоря, в такой последовательности, что процессы в Москве приостановят активные боевые действия. Значит им будет как бы о чем думать в Москве, а не в Украине. Дальше наступит вот этот вот такой период ни мира, ни войны. Если помните, такое было, когда-то превозгласил в свое время Ленин. И когда это будет, то безусловно, следующий этап это дезертирство из армии, возвращение. Да, сейчас это единичные случаи. А так это будут целые, целые воинские подразделения. Причем они возвращаться будут с оружием. Вот. И дальше, конечно же, будет какой-то момент, кто готов. Вот я там, не знаю, там, вот Илья Пономарев готовится, как мне кажется, именно к этому моменту. То есть, когда начнется вот это безвластие, элемент безвластия, дело в том, что вот, например, демократичное общество умеет быть безвластием достаточно долго, а эти не умеют. Видишь, они даже сейчас, хотя, я не знаю, я не военный человек, но мне сказали, что они у начальства спрашивают даже право там стрельнуть. Ну, в общем, как бы, то есть вся эта иерархия, если она посыпется, если сверху некому будет давать команду, вот, то будет какой-то, да, будет какой-то хаос. И в рамках этого хаоса возможны разные варианты. Да, я понимаю. Барат, я вспомнил эту цитату, там у Ленина это было в этот момент, он говорил, ни войны, ни мира, а армию распустить. А тут она сама распустится, да. Так, каким потом сценарием она пойдет? Февральским 17-го года или ремейк фильма «Холодное лето» 53-го? Вот смотрите, Путин – это наша проблема номер один. И она наша общая проблема. В том числе и вот этих системы Путина, вот эти ребята, которые очень хорошо жили при Путине, там, Ротенберге и прочие, которые часть этой путинской системы. Сейчас Путин – это и их проблема, может быть, даже их проблема, ну, там, после Украины сразу же их. Вот, поэтому надо, эту проблему надо устранять. После того, как устранится, безусловно, будет какой-то период, ну, назовем это, конкуренции такой. Это не будет выборы, это не будут демократические процессы, это будет такая странная конкуренция. И мне кажется, что в этот момент очень важным будет позиция Зеленского. Дело в том, что очевидно, что Россия, ну, будет, обязательно пройдет через суды, Россия обязательно пройдет через, там, репарации, Россия обязательно пройдет через изменение Конституции и так далее, и так далее. И главное, чего хотела бы Россия, это Россия хочет отмены санкций. Так вот, этот процессы отмены санкций будут происходить только в том случае, если они будут акцептованы украинской власти. Соответственно, следующая, следующая власть в России будет временной до того момента, пока не появится тот, кто решит вопрос Зеленского. Хорошо, я хочу вернуться к атмосфере в столице, в Москве, да, поскольку революции делают в столице. И вот мы же видели, как хитро лавировал Собянин, да, он как бы ни войны, ни мира, ни вообще никакого пиара, да, но тут обломался, либо он, либо его бестолковые ребята. Я имею ввиду супер московский криш. Вот после событий и истерики на федеральных каналах и в голове Путина, после Крымского моста, вот что они сделали в Москве. Прыгни с меня, если радовался за миночки на Крымском мосту. Так власти Москвы призывали несогласных, да, но это вообще жесть. Если на такую жесть пошли, значит, там тоже что-то не то. Вот что сподвигло на такой идиотизм? Я думаю, что в первую очередь сподвиг идиотизм. Вы правильно говорите. То есть иногда все-таки надо причиной видеть глупость людей, а не какие-то огромные... Нет, как раз Собянин рассматривается вот этой группой, которая системная, которая считает, что Путина надо убрать, силой убрать и поставить более приемлемую фигуру. Там Собянин, Козак, это какие-то такие варианты. То есть Козак все-таки единственный был на том Совете Безопасности, который был против начала войны. Ну то есть там какие-то... Понятно, что он плоть от плоти путинской системы, но внутри этой системы он выглядит более симпатичным. И они ищут именно такого, которого можно показать людям. Здесь важный момент. Вот смотри, еще раз. Задача снять Путина самая главная. Вот сегодня, например, если какую-то сволочь, последнюю сволочь, там, Сечина, надо простить. Ради того, чтобы его руками убрать Путина, надо простить. Да, это несправедливо. Да, он посадил Ходорковского, он плоть от плоти системы, он печати негде ставит. Но мы должны понимать, что у нас есть ситуация, в которой точно не будет идеального, справедливого решения. Наша задача, чтобы было решение в целом, не ядерное, оно связано только с одним. Хорошо, Марат, я только не понял, ваша формула индульгенции, прощения, это как бы... Вот лично пришел, например, там, не знаю, Мишустин и пристрелил Путина. Это лично Мишустину индульгенции или целой команде? Вот там... Мишустину, Мишустину, лично, лично. Не-не-не, они прошли. Вот смотри, Путин же сам разрушил систему. То есть он сделал так, что каждый лично и в будущем будут личные рассматриваться дела. Ну там понятно же, что вот два директора музея одинаковых, там, Петровский и Лоша. Ну, Петровский вел себя как гондон. Хотя, с точки зрения, ну там, административной, они на одинаковых позициях служат Путину, да, можно так сказать. Вот, но понятно, что это персональное дело, да, что в конце концов кто-то там сохраняет музей, там, бла-бла-бла, а кто-то вот становится таким духовым оркестром в армии Путина, да, то есть полковник. Вот, так что, нет, это все будут персональные дела. И, конечно же, вот сегодня надо предельно подать сигнал этим ребятам. Все засчитается. Вот вы были говном, вы голосовали за говном. Но вот сейчас вы сделаете такой-то шаг, обязательно, естественно, засчитается. Хорошо, Марат, но это последний мой вопрос. А кто должен подать этот сигнал так, чтобы условно вот эта какая-то там банда Сечина или еще какая-то поверила, да, что вот мы уберем Путина? Это очень правильный вопрос. Да. Ну, я бы сказал, что, допустим, такой сигнал подала бы ЕС, если бы вдруг взяла и сняла санкции из кого-то, кто просто все отдал, слил. Вот я вот, ну, примеру, например. Вот Фридман готов там половину денег все забыть, половину денег отдать ВСУ, там выехать. И дело даже не в Фридмане, а просто именно, чтобы подать сигнал, я бы принял. Сигнал, прецедент на примере, да, вот такой, да? Да, да, да. Понятно. Хорошо, ставим здесь многоточие. Ситуация развивается. Очень интересный ваш анализ, Марат. Спасибо вам за участие в программе. До новых встреч. Марат Гельман, коллекционер, галерист и публицист, был на связи с нами. Редактор субтитров А.Семкин